у нас есть музыка темы которые мы выбрали музыкальный материал и я могу сказать что в процессе спектакля мы играем каждый раз по-разному каждый спектакль что-то что-то возникает новый что-то рождается свежие какие-то идеи в импровизации возникла идея использовать ансамбль вот который мы воплотили чтобы музыканты присутствовали на сцене они чтобы они составляли ткань спектакля непосредственную и имели свои образы в качестве актеров молчаливых но актеров то есть они вплетены прямо в сюжет спектакля они сани раба у них костюмы на них направляется свет и так далее они играют в плотном интерактиве с актерами очень долго не мог понять не уловить манеру игры вот вот для меня это месяца два ходил тех знаешь все знаешь а вот как-то поймать и потом мне владимир говорит он дирижирует оркестром дирижирует или любой судьбой на сцене он может ее сломать может поднять дракон сидит в каждом из нас и главное как помните у чехова по капельке если себя выдавливая раба тут по капельке выдавливая из себя вот эти ну все зло которое есть тебе это подонок подонок который стремится к власти которые при всякой власти над ним он умеет приспособиться найти себе покровителей который пойдет по трупам не забудьте с никаких нравственно моральных принципах чтобы добиться собственной власти это то что с чем мы очень часто встречаемся в жизни это все сложно вообще консилист сергей станиславский стал гениальную фразу будьте готовы к тому все что у нас 75 процентов репетиции сделали вы не войдет спектакль сколько труда вложенной там нет того 70 процентов которые мы репетировали самая сложная роль это и только в этом спектакле вообще в любом спектакле это роль героя герои главное здесь герой от ланселот там почти характерности нет не выписано в дому другие вот как всегда обозначил это герой там нет тех куча приспособлений которые можно режиссеру придумать для актеров и актером как-то симпровизировать очень мало места для импровизации внутренней душевной у героя в начале совсем было другие декорации художник борисович бланк он действительно я считаю великий художник это общая легенда он придумал такое шоу огромное это очень эффектно это такой как огромный экран из него выходят люди все действующие лица и он уже приехал сделал массу эскизов декора этих самых костюмов все сделал это огромный труд а я уже начал репетировать и меня это уже не подходило по состоянии я ему сказал борис говорю сейчас вы поймете к чему я так долго я здесь очень хорошая актера в этом театре я не могу их прятать за форму яркую очень я хочу их выделить он психанул много работы я пришел через три часа он пришел володенька все придумал это фантастический мир там где-то когда у нас есть каких типа китай но это потому что дракон поэтому немножко как бы для красоты жанра было вы вообще это может случиться где угодно где есть диктатор вот есть такая пьеса великая пьеса женитьба у гоголя и там один персонаж говорит под колесину я тебе женю так ты даже не почувствуешь вот надо быть дракона так чтобы никто не почувствовал